Святой праведный Иоанн Кронштадтский Новые грозные слова, произнесенные в 1906 и 1907 годах О страшном поистине суде Божием, грядущем и приближающемся Слово 20 по поводу ухода некоторых лиц из лоно-православной церкви в католичество или другое инославное вероисповедание или Пашковщину, Толстовщину и Штунду Сознают ли лица, бывшие по рождению, крещению и воспитанию в церкви православной и уходящие или ушедшие в католичество или другое какое-либо неправославное вероисповедание или в Штунду, Пашковщину и Толстовщину Сознают ли они все то, что они оставляют и то, что принимают, и до какой крайности, и до какого лишения они доходят Установим определенную точку зрения на православную церковь и на другие вероисповедания и секты Что же, неужели церковь и вера православная есть одно только название без исторического значения и без полной силы истины и жизненности Или же это есть твердое и непоколебимое здание небесного, вечного, премудрого и всемогущего архитектора Бога как гора, великая и чудная, на которой и в которой живет и действует непрестанно ко спасению всех верных сам Господь и глава церкви Иисус Христос Имя ли одно церковь православная без действительного православия и без величайшей, неописанной силы, непобедимой никакими силами ада Разве ей не присуще непрестанное торжество над всеми казнями видимых и невидимых врагов и над человеческими ухищрениями и нелепыми баснями Разве церковь православная одиноко стоит в мире без славных и громких свидетелей ее истины и православия ее чудной животворности и спасительности даже до нашего времени Разве не за нас непрестанно стоит сам все истинный и всемогущий, все спасающий глава церкви Христос исполняющий ее славой и спасением и непобедимой силой своей Разве не с нами всегда Пресвятая Владычица, Богородица источающая непрестанно чудеса милости православно верующим и усердно молящимся Разве не за нас и не с нами все апостолы и пророки со своими боговдохновенными писаниями чистого смысла, коих мы не нарушили ни на йоту Разве не с нами и не за нас все мученики Добре веру сохранившие и подвиг, окончившие и увенчанные от Христа венцами славы и нетления Разве не за нас и не с нами вселенские учителя и святители Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Чудотворец, Григорий Низский и Златоустый Иоанн Разве не с нами и не за нас адаманты православия Преподобные отцы Антоний Великий, Афанасий Афонский, Павел Февейский, Исаак Далмацкий Золотая струя православных писаний и медоточивых песен Иоанн Дамаскин и наши русские преподобные отцы Антоний и Феодосий Печерские, Сергий Радонежский, Зосима и Саватий Словецкие Варлам Хутынский и все другие чудные преподобные отцы наши Знают ли лица, отрекающиеся от православия И те интеллигенты наши, которые считают безразличной Всякую веру, даже магометанскую и буддийскую Знают ли они, каковы были столпы православия Все наши благоверные святые князья, равноапостольный Владимир Избравшие из всех христианских вер православную Особенно же святой благоверный князь Александр Невский Обличитель латинства Даниил и Роман Галецкие Святой Михаил Черниговский И Михаил благоверный князь Тверской Разве пустое зрелище Недавнее прославление новоявленного святителя и чудотворца Черниговского Феодосия Разве не славны доселе у Бога и у людей Нетленно почивающие святители всероссийские Петр, Алексей, Иона и Филипп Московские чудотворцы И все множество прославленных Богом русских святителей и угодников Никита, Иоанн, Моисей и Ефимий Новгородские Дмитрий Ростовский Митрофан и Тихон Воронежские и прочие А Серафим Саровский Прославленный Богом еще при жизни Явлениями Господа и Богоматери Стоящий на очереди к открытому православию Разве Он не свидетель о истине и спасительности нашей веры и Церкви? Наконец скажу, разве не за нас вся история Церкви от начала и до ныне? Какая иная вера может похвалиться столь многочисленными свидетелями истины? Но кто отрекается от православия, тот отрекается от общения со всеми святыми, которые, между прочим, потому и называются святыми, что сохранили святые догматы веры и показали ее на деле. Отрекающийся от православной веры, поэтому самому отрекается и от общения с самим главой Церкви, Христом? Спрашиваю еще всех и каждого колеблющегося в святой православной вере. Разве мы покинуты чудодейственной и спасительной силой Божией? Разве мы не спасаемся постоянно в нашей святой вере и Церкви? И кто же из православных, разумных и просвещенных, дознавших на опыте спасительность своей веры и ее удовлетворения всему существу нашему, оставит свое православие и перейдет в другую, какую-либо веру? Только одна истинная и всеспасительная в мире вера – вера православная. Она такова по истории, по своей истине, по самому существу, полному света и жизненной силы, чего о других вероисповеданиях сказать нельзя, ибо в них истина перемешана сложными человеческими мудрованиями, установлениями и правилами, противными откровению и сильно затрудняющему спасение души. «Небо и земля придут, словеса же мои не придут», – говорит Господь. Между тем, в инославных вероисповеданиях многие слова Господни извращены о Духе Святом, об обоих видах причащения, о главенстве Церкви. «Будем же твердо держаться Святой Церкви и своей православной веры. Только православная Церковь есть столб и утверждение истины, ибо в ней почивает вечно Дух истины, свидетельствующий непрестанно и громко всему миру об истине ее». Слово 21. О кончине мира и о страшном суде Божьем. «Совершив божественную литургию в Иоанновском женском монастыре, глубоко чтимый пастырь, отец протоиерей Иоанн Ильич Сергеев Кронштадтский, предложил богомольцам беседу на дневное евангельское чтение Лука 9, 23-27. «Если кто хочет идти за Мною, говорит Господь, пусть отвержится себе и возьмет крест свой и последует за Мной. Ибо кто хочет душу свою, то есть душу ветхого человека, сберечь, тот потеряет ее. А кто погубит душу свою, то есть жизнь тленную и полную страстей, ради Меня, тот обретет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, или, например, завоюет его, как Александр Македонский, или Наполеон, а душе своей повредит, себя погубит. Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того постыдится Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. «Говорю вам, что есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Евангельское чтение нынешней литургии изображает свойства истинного последователя Христова. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, то есть своих страстей, самолюбия, лукавства, гордости, осуждения, зависти, блуда, невоздержания, пьянства, корыстолюбия, честолюбия, лицемерие, жестокосердие. Отвергнуться всего земного, нечистого и греховного, отрешиться при страсти житейских – задача нелегкая, но зато велика будет награда небесная, вечная, вечная награда, вечной славы, царства мира, духовного богатства, лицезрения вечной красоты Божьей. Кто последует Христу, тот наследует вечное блаженство небесное и исподобится видеть неизреченную красоту Божию, которой не могут насытиться все ангелы Божии. Отвергнуться себя нелегко человеку плотскому, мирскому. Он и не решится на это, а скорее решится следовать своей плоти и крови, до конца пить чашу наслаждения земного. Господь и предупреждает, если хочешь спастись, хочешь блаженствовать на небе со всеми святыми, не живи по своей воле и по внушению страстей своих, откажись от своей воли грешной и неустойчивой, и во всем подчинись воле Божьей, всегда святой и благой. Тогда ты всецело сочетаешь себя Христу, потому что нельзя соединиться Христу, источнику благости, с человеком злым, недоброжелательным, неправедным, лицеприятным. Какое общение света со тьмою и Христа с сатаною? Второе послание к Коринфянам 6, 14-15. Никакого. Поэтому Христос Спаситель объявляет наперед, что кто думает сберечь свою душу, избегая самоотвержения, тот потеряет ее. О какой душе здесь идет речь? А о той, которая сама себя блажит, ласкает, лелеет, холит, нежит, увеселяет играми, роскошью, богатством, удовольствиями всякого рода. Что здесь значит сберечь душу? Значит, не трогать страстей души, оставлять их в покое, давать им жить и крепнуть. И все, что человек выдумывает приятного, веселого и роскошного в жизни, все это служит к его погибели. Его душа умирает от богатства и роскоши, влекущих его к самоуслаждению, к тщеславию, гордости, любочестию, потому что в ней оскудевает вера, благодать и все, что составляет истинную жизнь. Напротив, сбережет, сохранит свою душу для вечности, кто будет воевать против страстей и прочих наклонностей и умрет ради правды. Таковы, например, мученики, которые для Христа, для сохранения веры в Него и любви к Нему погубили жизнь свою для земли и приобрели ее для другой жизни. Получили вечные награды от Господа Бога. Здесь, под погублением души, разумеется, погубление страстей и умиршление греха в себе и всех греховных похотей. Тяжело искоренить их, глубокие корни они пустили в нас. Тяжело пьянице расстаться с пьянством, гордецу с честолюбием, похотливому с любодеянием, сребролюбцу с деньгами. А надо бы нарастаться, иначе нельзя сделаться истинным последователем Христовым. Последователем не на словах только и по имени, но и на самом деле. Господь усиливает речь свою и говорит, что нет никакой пользы для человека, даже в обладании целым миром, если он погубит душу свою. Благами всего мира он не выкупит своей души от вечной гибели. Какая была слава у Александра Македонского, у Наполеона и других, и все исчезло, как дым. Все прошло, как сон, потому что душа их погибла у одного в пьянстве, у другого из-за ослепленной гордости в отвержении Бога. Кто постыдится меня и моих слов, говорит Господь, того постыдится Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами. Какое страшное возмездие стыдящимся Христа за их ложный преступный стыд. Что ожидают в будущем всех, кто устами, делами и всей жизнью отрекаются от Него к погибели? И Христос Спаситель отвергнется их перед святыми ангелами и перед лицом самого Отца Небесного, когда явится судьею мира с силой и славой многой, чтобы воздать каждому по делам его. Такому сраму повергнутся все отступники от истинной веры и церкви православной, которые позволяют себе посмеиваться над всем, что говорит нам Святое Евангелие, что запечатлело и утверждено крестной смертью Сына Божия. Я вам говорю, что есть некоторые из стоящих здесь, при жизни которых наступит среди людей Царство Божие, и которые увидят второе и страшное пришествие Христова. Здесь, разумеется, святой апостол Иоанн Богослов, который чудесным образом представлен и живет до сели на земле и на небесах. Это награда ему за любовь и преданность ко Христу и мучения, которые терпел ради Христа. Итак, для всех последователей Христовых нужно самоотвержение, отвергнуться своего «я», своих страстей, зависти, лукавства, гордости, ссор, осуждений, невоздержания, пьянства, лихаимства, нерадения, ленности, непокорности. Надо бы наискоренять их в своих сердцах, и особенно вам, дорогие послушницы, которые взяли крест и последовали за Христом. Примите в назидание евангельское чтение нынешней литургии. Терпеливо несите крест свой, отвергайтесь себя. Будьте Христовы, будьте мудры во Христе. Знайте, что душа – драгоценнейшее сокровище, и дорожите этим сокровищем. Не увлекайтесь земными благами, веря в награду на небесах. Аминь. Слово 22. На другой день, по возвращении из путешествия, протоиерей Иоанн Ильич Сергеев опять служил в литургию в своем Иоанновском женском монастыре. К общей радости всех его обитателей. В конце богослужения по обычаю своему, высокочтимый пастырь произнес назидательное слово на текст из Дневного Евангелия «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Матфей 13.33. Это притча. В ней Господь Иисус Христос изобразил ту великую духовную силу христианства, которая может преобразить грешного человека. Дело в том, что душа и тело человека, будучи созданы вначале чистыми и праведными, по образу Божию и по подобию, последствия получили ужасную закваску. Гордости, зависти, лукавства, непослушания, нерадения, корыстолюбия, властолюбия и всякой нечистоты. Но Господь Бог по Своему неизреченному милосердию дарует нам благодать Свою, при помощи которой каждый человек может сделаться опять близким к Богу святым. Это и раскрывает нам Господь притчи о закваске. Кто здесь, разумеется, под образом женщины? Разумеется, Святая Церковь Христова, в которой по изволению Божию живет и действует Дух Святый и сообщается всем христианам через таинства и молитвы, освящая и оживотворяя верующих. Что означают три меры муки, в которые женщина положила закваску? Означают три душевные силы – разум, сердце и волю. Все эти силы заражены, проникнуты грехом, как бумага, пропитанная маслом. В таком виде душа противна Богу. Она не Божия, она дьявольская. Обратите внимание, что бывает в душе, проследите за собой. Много ли окажется святых мыслей, чистых желаний и добрых намерений? Мало, очень мало. А грехов увидите многое множество. Ибо падший человек грешит каждый день, каждый час маловерием, самолюбованием, гордостью, завистью, корыстолюбием, чревоугодием, нетерпением, раздражением, озлоблением, непокорностью, своенравием, блудными грехами, унынием и малодушием. Судите сами по себе, как глубоко грех пустил в свои корни, бесчисленные во все существо человеческое. Впрочем, я не говорю, что все люди таковы. Есть, конечно, люди, заботящиеся о спасении, которые вырывают из душевного поля всякую сорную траву, всякие страсти. Не о них речь. Я говорю вообще о людях, и я грешный человек, хотя старающийся достигать святости, насколько Господь поможет. Итак, три душевные силы наши дурно заквашены, а надо заквасить их благодатью Духа Святого. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, крепость, воздержание. На святых угодниках можно видеть пример того, как церковь положила в них эту закваску. Вот преподобный Серафим Саровский. Он был человек грешный, но при содействии Божьей благодати вся дурная закваска в нем удалена. Он сделался святым, скорым помощником и молитвенником о душах наших. Подлинно в Церкви святой полнота и обилие средств к благотворному воспитательному действию на человека. Духовная закваска – божественная благодать, сообщаемая христианину через таинство, молитву, чтение Слова Божия, имеет великую силу. Она может довести всякого верующего христианина до высокой степени совершенства. И вы, дорогие сестры, старайтесь принять в себя эту добрую закваску. И, имея перед собой пример преподобного Серафима и других святых, не ослабевайте в трудах для своего спасения. Возрождение и полное притворение ветхого человека в нового, духовного, не может совершиться без борьбы, ибо много зависит и от воли человека. И женщина, упоминаемая в притче, терпеливо ожидала, доколе не вскисло все. Закваска действовала, но не проявляла такой силы, чтобы три меры муки немедленно же закисли. И вы будьте терпеливы, не ослабевая в своем добром подвиге. Ведь дай волю ветхому человеку, распусти духовные вожжи, тогда буря страстей зальет и потопит тебя. Посмотрите на людей, преданных различным страстям. Они делаются жалкими рабами врага человека-убийцы. Опять говорю это не для осуждения, а для общего назидания, чтобы предостеречь вас от подражания людям неверующим. Жалки такие люди. При встрече искушений, лишений, неприятностей, они бедствуют, как корабль в море, в сильную бурю, и погибают, если не покаются и не обратятся всей душой к Господу Иисусу Христу. Ибо Он научает руки наши на ополчение и персты наши на брань. И для победы над врагом даровал нам имя Свое, крест Свой, благодать и силу Свою. К Нему, нашему Спасителю, будем прибегать в трудных обстоятельствах жизни и во всякое время. К подножию креста Его понесем бремя грехов наших. Взирая на пример Его святейшей жизни, будем поучаться проходить Свой жизненный путь, тогда и среди скорби и лишений душа наша будет покойна. Ибо так говорит Господь, придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вас. Аминь. Слово 23. На преславное вознесение Господа нашего Иисуса Христа. Господь вознесся на небеса, да пошлет утешение миру. Празднуем, дорогие братья и сестры, преславное вознесение Господня на небеса и восседание Его одесною Отца. Какая невообразимая честь человеческой природе, которая в лице Бога-человека обожена на бесконечные веки и соединена неслитно, нераздельно и неразлучно. Господь вознесся к Отцу, от которого не разлучался божеством, и примирил с Ним наше растленное грехом естество, взяв на Себя нашу клятву и очистил нас через веру в искупительные страдания и смерти Иисуса Христа, и через отрождение во святой купели водой и духом. Господь вознесся от земли на небо для того, чтобы послать Всеблагого, Всесильного Утешителя миру, Духа Святого, Которого обещал ученикам своим еще прежде страданий своих. Дух Святый есть лицо, равное по божескому достоинству Отцу и Сыну, третье лицо Святой Живоначальной Троицы, Которым всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется Троическим Единством в священно-тайне. Он также необходим для нашего спасения, как Отец и Сын. Значит, Господь вознесся на небеса для того, чтобы дать Духу Святому равное участие в деле человеческого спасения и в устроении на земле Церкви Божией, как равночестному, дышащему человеческому роду, безмерной любовью и чудно спасающему верующих. «Дух, где хочет, дышит», говорит Господь Иисус Христос, «и глаз Его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Господь вознесся на небеса, чтобы с престола небесного видеть всех, подвязающихся за веру в Него, по всей земле, ободрять и помогать им Духом Святым. Как видим мы из этой священной повести о подвиге святого первомученика Стефана, который, возрев на небо, увидел открытое небо Иисуса, стоящего одесную Отца. Господь с престола славы благословлял первомученика при страдании его от иудеев, побивавших его камнями. Помните молитву его за убийц? Господи, не умени им греха сего». Деяние апостолов, 7,60. Так Господь смотрел и смотрит на всех подвязавшихся и подвязающихся ради Него. Так смотрел на всех апостолов, святителей, мучеников, преподобных и всех святых. Так Он смотрел на подвиги всей жизни и наших русских подвижников, преподобного Серафима Саровского, Тихона Задонского, Митрофана, Феодосия Черниговского и всех святых, чудотворцев земли русской, греческой, сербской, болгарской, грузинской, древних и новых. Так с высоты небес Господь смотрит и на нас, грешных, подвязающихся за имя Его, за святую церковь Его, за всякую правду и обличение неправды. Господь преимущественно назирает за поведением архиереев и священников, за их деятельностью просветительной, священно-действенной, пастырской, как это видно из первых глав апокалипсиса святого апостола Иоанна Богослова. С архиереев и священников будет строжайше взыскана небесным архиереем за все их нерадение о искупленных кровью Господней и в веренных им душах. Нынешний страшный упадок веры и нравов весьма много зависит от холодности к своим паствам многих иерархов и вообще священнического чина. Несомненно, архиереи и священники делают свое святое дело. Но так ли, как златоусты, Григории, Василии, Николая, Митрофани, Тихона и другие? Не одно, конечно, священство виновно в безверии и порочности народа. Главным образом виновны и в упадке веры и нравственности развращающие писатели, особенно журналисты, безнравственные учителя, профессора многих учебных заведений, особенно сельских, городских, средних и высших. Немногие бывайте учителями, говорит Верховная Премудрость, чтобы не подвергнуться строгому наказанию. Виновное и высшее правительство, потворствовавшее беспорядкам учеников и студентов и стоявшее иногда во главе беспорядков. От моего воспитательного времени осталось в памяти изречение одного древнего педагога. Надежда ненаказанности, говорит он, есть большая приманка ко греху. Безнаказанность в России в моде ею щеголяют, а оттого непрестанные у нас аварии с морскими и даже императорскими судами, поджоги, многомиллионных государственных зданий, везде измена, везде угрозы жизни и государственному имуществу. Так и вперед будет при слабом управлении. Тяжело стало жить на земле всем, и царям, и министрам, всякому духовному и мирскому чину. А крестьянству и подавно, неурожаи, голодовки, наводнения, пожары постоянные, пьянство, разврат, кражи, все это творится сплошь и рядом. Бедное Отечество, когда-то ты будешь благоденствовать, только тогда, когда будешь держаться всем сердцем Бога, церкви, любви к царю и Отечеству и чистоты нравов. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok